Дорогие друзья, давайте прежде всего скажем славу нашему Господу. Как хор пропел, на самом деле так в жизни бывает, что нужно в некоторых ситуациях, чтобы рядом был друг, который поддержал, помог, подставил плечо. Да, и так в жизни бывает. Я, кстати, буду проповедовать на тему такую, которую проповедь я назвал таким словом «бывало». Бывало. Знаете, есть библии истории, такие библейские, которые очень часто используются для проповедей. Они повторяются, и много раз на одну и ту же библейскую историю разные братья выходят, проповедуют, что-то говорят. И часто это бывает с разных сторон, и по-разному открывается. И одна из таких историй, которая часто встречается в проповедях, это история о Давиде и Голиафе. Согласен, да, что часто об этом говорят. Кто хотя бы раз в жизни слышал проповедь на библейскую историю Давид и Голиафа? Поднимите. Хотя бы раз. То есть многие ее слышали, многие читали. И я тоже возьму эту историю за основу, но я не буду всю историю разбирать. Просто там есть один такой момент, один отрывок из этой истории. Это когда Давид общался с Саулом перед его битвой с Голиафом. Помните, да, этот момент? Мы прочитаем. Ну так как у нас все дети не ушли на занятия, я хочу детей такое задание вам дам, небольшое, чтобы они повнимательнее слушали. Я сейчас буду читать отрывок, и когда вы услышите это слово, которое я взял за основу проповеди, да, бывало, поднимите руку. Хорошо, дети, договорились? Когда я буду читать этот отрывок, и как только вы услышите это слово или увидите его на экране, сразу поднять руку. Ну, подержите маленько, потом опустите. Итак, слово «бывало», чтобы мы обратили на него внимание. Это написано в 1-й книге царств, 17-я глава, с 32-го стиха, ниже я прочитаю. «И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадет духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершлял сил его. И льва и медведи убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой до этого места». Знаете, если мы рассмотрим эту историю как прообраз, историю Давида и Голиафа, как прообраз такой, что Голиаф, знаете, как символ некой такой проблемы или жизненной ситуации, или трудности, или врага в нашей жизни, да, то есть иногда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы смотрим на него как что-то большое, огромное, непобедимое, неразрешимое, не зная, что с этим делать. А мы себя чувствуем как этот маленький Давид, юноша, который не был воином, не был способным, не был такого роста, не обладал такой огромной силой, да, перед такой большой проблемой. Мы себя так ощущаем. И знаете, я хочу, почему я недаром назвал это слово «бывало», я хочу обратить внимание на то, на что Давид обратил внимание царя Саула, когда тот сказал ему, что ты не сможешь его победить, это невозможно, ты не можешь пойти против него, ты юноша, а он воин от юности своей. И если мы прочитаем описание этого Голиафа, то да, это было весьма устрашающе, но Давид отвечал именно вот этими словами, когда «бывало», и что «бывало», давайте на эту историю посмотрим, просто чтобы вы когда-нибудь задумывались, я не знаю или нет, о чем Давид вообще рассказывал. Я когда пересказывал это кому-то, и вдруг до меня подошло такое осознание, о чем он говорил, что это за событие. Итак, Давид пас овец у своего отца, и приходит лев или медведь и забирает овцу, дикое животное, опасное, мощное. И Давид говорит, я его догонял. То есть, смотрите, это было не просто так, что он там, ну мы знаем, что он из прощи хорошо камни бросает, да, то есть, он не кидал из него камни далека, он ни из лука в него не стрелял, он не звал кого-то на помощь. Он говорит, я его догонял и забирал у него из пасти, смотрите, то есть, он забирал у льва или у медведя из пасти. Вы когда-нибудь пробовали хотя бы у своей собственной собаки отобрать кость из пасти? Пробовали? Страшно, да? Согласен. Хотя это ваша собака, которая вас любит, но все равно страшно. А представьте теперь, что такое сделать это у льва или у медведя. Он забирал, говорит, я из пасти забирал, но смотрите, он это делал не так, что он сразу убивал сначала льва или медведя, а потом забирал у него из пасти. Нет, он забирал из пасти и как бы, знаете, давал ему шанс. Говорит, ну, парень, извини, это мое, да, но я тебе даю шанс еще, давай, беги. И говорит, если он оборачивался на меня, тогда я его умертвел. Смотрите, просто вдумайтесь в это, как он поступал, как он сделал. Да, забирал из пасти и давал ему шанс уйти, но если он не хотел, ну, все, извини, все, тогда умертвел. И понимаете, и просто про что я сейчас говорю? Давид четко сказал дальше, если мы прочитаем. Он говорил, что он понимал, что это не его сила, не его способность, не его качество, не то, что он такой сильный. Это Самсон мог, да, обладая вот этой сверхъестественной силой пойти там и льва победить. Но Давид не обладал такой силой, он это понимал прекрасно, но он говорил, что Господь избавлял меня от льва или медведя. И он, вспоминая эти ситуации, он говорил, вот так бывало в моей жизни, и поэтому сейчас, смотря на этого Голиафа, на эту проблему, на эту ситуацию, ну, Господь точно так же мне поможет. Но он говорил, так бывало. Но я хочу вам задать такой вопрос, скажите. Он разговаривал сейчас с Саулом. У Саула был еще сын Иоаннафана, он тоже наверняка там рядом находился, потому что если мы дальше прочитаем. Скажите, неужели в жизни Саула или в жизни Иоаннафана не было таких ситуаций, которые они бы тоже могли сказать? Бывало, что Господь мне помогал. Были такие ситуации? Помните, читали, что много было ситуаций, когда это было как чудо, сравнимо с этим же львом и медведем у Давида. Когда они, знаете, Бог давал поведу Саулу часто, когда у них, раз, у них вообще вооружения практически не было. Они чуть ли не с голыми руками побеждали. Когда вооружение было только у Саула и у Иоаннафана, все, вся остальная армия без оружия. Но они побеждали. Когда они побеждали многочисленные войска, которые превосходили их числом, они побеждали. Когда Иоаннафан делал такие подвиги к сооруженосцам, он брал и оруженосца и говорит, давай мы пойдем и поразим их вдвоем. Нападали на стан врага многочисленный, они вдвоем нападали. И Бог давал победу. В их жизни тоже это бывало. Смотрите, но в момент, когда пришел Голиаф, они почему-то этого не говорили, они боялись и не выступали. В чем разница? Знаете, я основную мысль скажу, что хотя в их жизни тоже это бывало, но когда была сложность, они об этом не вспоминали. Они видели только проблему, они видели только опасность, видели только Голиафа, но они не вспоминали, что бывало. Я хочу обратить ваше внимание на такие моменты в жизни израильского народа, что Бог часто давал им такое указание, повеление, наставление, чтобы поставить какой-то памятник. Ну, памятник, не памятник, но какой-то камень или жертвенник. Помните, когда они переходили Иордан как посуху, он говорит, возьмите камни из середины реки и сделайте жертвенник. Как память о том, что вы здесь перешли посуху. Они давали название местности, когда проходили, помните, мера «Горькая вода», да, то есть вот там Бог сделал чудо, и они назвали эту местность так-то так. То есть были какие-то такие, ну, не знаю, как это сказать, ну, метки, давайте назовем, какие-то обозначения, метки в жизни израильского народа, что Бог даже давал им повеление, что поставьте вот это, сделайте такое повеление, ну, напоминание себе, напоминание, что Бог давал тебе победу в этом месте. Я одно место прочитаю только, которое об этом говорит, первая книга царств, еще до царей получается, 7 глава, 12 стих, там Самуил, один стих прочитаем. «И взял Самуил один камень и поставил между массивою и между сеном, и назвал его Аленезер, сказав, до сего места помог нам Господь». То есть там была победа, кстати, тоже над филистимлянами, была победа, великая победа, и он берет камень, ставит его и называет его. Для чего они это делали? Скажите мне такой вопрос. Зачем нужно было ставить эти камни, эти метки, эти жертвенники? Скажите, зачем? Чтобы помнить, да, согласны? Чтобы вспоминать, чтобы люди, которые мимо проходили, они вспоминали об этих победах, которые Бог им даровал. А для чего нужно помнить? Зачем им нужно было это вспоминать? Давайте прочитаем второзаконие, 7 глава, 17 стих. Это Бог говорит уже израильскому народу. «Если скажешь в сердце твоем, народу сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой, тоже сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься». Смотрите, такой же прообраз. Вспомни многочисленные народы, которых ты боишься. То есть как многочисленные проблемы, с которыми ты не знаешь, как справиться, как не знаешь, как пройти, как победить, как преодолеть это. Вспомни, что Бог делал раньше в твоей жизни. Вспомни, как оно бывало. Как Бог давал тебе победу, какие-то этапы, какие-то моменты, метки в твоей жизни, которые именно были, как победа от Господа, когда Бог тебе давал эту силу. Именно это воспоминание поможет тебе преодолеть эти многочисленные народы, которые ты боишься. Давайте еще одно место, уже к заключению подхожу, прочитаем, уже из Нового Завета. Евангелие от Марка, 8 глава, 17 стиха и ниже. Это та история, когда Иисус с учениками сели в лодку и стали плыть, и Он им сказал, берегите закваски фарисейской. Помните, они стали рассуждать, что хлеба у них нет с собой. 17 стиха. Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я пять хлебов преломил до пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. Смотрите, Иисус обратил внимание, что они столкнулись опять с проблемой. Нету хлеба. И они думали только о проблеме. Они помнили, что нету хлеба. Они думали, что Иисус их за это упрекает. Они думали, что они не знали, что с этим делать. Иисус говорит, ваше сердце огрубело, окаменело. Вы не помните, что вы недавно только пережили это чудо. Пять тысяч человек, несколько хлебов, несколько рыбок. И вы собрали огромное количество даже лишнего. То есть Бог тебя не оставлял, Бог тебе помогал, Бог решал такую же проблему, только даже во много больше. Но ты уже об этом забыл, что это бывало в твоей жизни. Знаете, я когда готовился к этой проповеди, размышлял, и Господь так стал вспоминать, что в моей жизни было такого, что оно, можно так сказать, бывало. Оно бывало, чтобы ты, смотря на какую-то проблему, мог ее преодолеть. И я вспоминал, я думаю, каждый из нас сможет это вспомнить. Каждый. Если вы поставите такую цель, заведете себе, может быть, какой-то журнал, какой-то блокнотик, где вы будете об этом писать и каждый раз об этом вспоминать. Знаете, много можно историй вспомнить. Я вспоминаю, когда мы только-только, наша семья уверовала. Я упал, разбился очень сильно с крыши и попал в больницу. И мне врачи говорили, ну, родителям моим говорили, что все, там тяжелые последствия, много-много чего предсказывали. Мы, говорит, его маленько полечим, но, говорит, все, что сможем, сделаем. Потом он будет всю жизнь мучаться. Они так говорили. Но церковь молилась за меня. Я лежал тогда в больнице, а церковь молилась. И Бог меня исцелил полностью. И уже больше 20 лет после этого прошло, и то ничего того, что врачи обещали, этого не было. Знаете, я вспоминал, когда были трудные ситуации в нашей жизни, в нашей семье, когда у нас отец уехал на учебу в семинарии. Это 8 месяцев. 8 месяцев без отца дома. Мама в 90-х годах, когда, помните, трудно было и так. А тут еще без отца. То есть он не работал, он не получал за эти деньги. Не было никакой поддержки. Она одна работала, у нее двое сыновей, ей надо было чем-то кормить. И это было трудно. Но они тогда решились, родители мои решились на это. Они пошли на шаг, доверили Богу. И Бог отвечал, знаете, разными образом, разными способами помогал. Я только один случай вспомнил со мной, когда вот брат Слава сидит сзади, он позвал, говорит, ну, меня хочешь пойти там подработать, есть возможность. Ну, я, пожалуйста, пойду. А я школьник был, понимаете? То есть я не взрослый мужчина, я школьник. Я ребенок еще. Меня позвали подработать, ну, я, ладно, пошел, там, ничего не знал даже, что там будет. И мы поработали, когда первый день проработали, этот мужчина, который нас позвал, он говорит, ну, и он нам стал платить всем, как каменщику своему, там, знаете, профессиональной, который кирпич ложит. Он говорит, ну, я вот каменщику столько плачу, давайте я вам так же буду плачать. Ну, ну, конечно, кто откажет, мы согласились. Но понимаете, что мы там что делали? Мы доски таскали. Мы ничего особенного, сверхъестественного не делали. Но нам платили. И я принес эти деньги домой. Знаете, и только через, ну, много лет, много лет прошло, мама говорила, насколько ей было это важно. Я, как ребенок, я не понимал этого. Ну, я принес, заработал, ой, я радостный, я школьник, заработал деньги, мне просто это удовольствие было. А для нее это была поддержка, и она потом это рассказывала. Знаете, или там про работу другую. Когда я учился, у меня была трудность, такая ситуация в жизни, что есть учеба, я в церкви еще с молодежью тружусь, там все, но тоже финансов не хватало, я стал молиться, говорю, Господи, дай мне работу. Но я понимал, что я не могу, у меня учеба, у меня служение, и как я могу уж там работать? Я стал молиться, говорю, какая работа мне нужна. И когда я написал по этим пунктам, Господу это сказал, и потом я подумал, ну, не бывает такой работы. Знаете, чтобы работать мало по времени, а платили много, такого невозможно. Я так думал. Но Бог не просто дал такую работу, там еще был еще добавочный плюсик такой для меня, бонусом. Эта работа проходилась рядом с бабушкой, с дедушкой, и я когда ездил на работу, меня еще хорошо кормили в конечном итоге. Бог ответил просто, настолько это было чудо таким для меня. Или ответы на молитву, знаете, один человек как-то меня, это было в декабре месяце, я четко помню. И он сказал, давай молиться за одну нужду, я не буду сейчас говорить, что за нужда, но он предложил, давайте согласимся молиться за эту нужду. И когда он сказал, ну, мне неудобно было как бы отказываться со всеми вместе, я сказал, ну, давайте будем молиться. Но я в душе не верил, что это возможно, я вам честно говорю. Он предложил, я понимал, что Богу все возможно, но почему-то мне тогда казалось, что то, о чем он хочет молиться, это невозможно. И знаете, прошло полгода, и в мае, ну, не полгода, сколько месяцев, в мае месяце я помню, я стоял, и я своими глазами видел ответ на эту молитву. И я жалел только об одном, что нету фотоаппарата у меня в руках, потому что, чтобы себе сделать фотографию, повесить себе дома на стену большую фотографию с надписью, что для Бога нет ничего невозможного. И я это видел в своей жизни. Сколько раз в вашей жизни было такое, когда вы думали, что все, конец, невозможно, дальше не пройдет. Но вы это прошли, вы это преодолели, Бог был рядом с вами. То есть это бывало в вашей жизни. И сегодня, когда вы теперь смотрите на эту проблему, на этого Голиафа, который утром, когда вы просыпаетесь, поносит вас, позорит вас, потому что, знаете, это как бы позор, потому что ты сын Божий, и есть какая-то проблема, которой ты дитё Божий, и ты не можешь её решить. И это как позор. И ты просыпаешься, и эта проблема стоит перед тобой, как Голиаф стоял перед Израилем, он утром кричал и поносил вольство Бога Живого. Или когда вечером ты засыпаешь, и эта проблема перед тобой. И ты, когда это смотришь на неё, и если ты смотришь, сосредотачиваешься на ней, то, конечно, тогда страшно, тогда ты не преодолеешь. Но если ты вспоминаешь, что в твоей жизни бывало, что Бог делал, что тогда у тебя будет сила, у тебя будет вера. Итак, в заключении скажем. Итак, что скажем такого? Почему Бог будет нам сегодня помогать или благословлять? Потому что это бывало раньше? Нет. Бог помогает, потому что Он на вашей стороне. Бог помогает, потому что вы Его дитё. Бог тебе помогает, потому что ты Его сын или ты Его дочь. Он поэтому помогает. А то, что в твоей жизни бывало, тебе просто об этом напоминает, чтобы ты всегда помнил. Поэтому давайте помолимся, чтобы Бог благословил помнить те моменты в нашей жизни, когда Он нас поддерживал, помогал, благословлял. И чтобы, когда мы столкнёмся с этими проблемами, с этим гуляфом, мы могли, имели силу, веру и дерзновение преодолеть это. Будем молить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!